Доброе утро! Сейчас 4 часа утра. Как я вам обещала, расскажу немножко о работе в кино. Обычно начинается все очень рано. И вот сейчас я иду. Нужно мне будет взять велосипед, чтобы нам доехать до остановки, где будет автобус. На этом автобусе доехать до дорогой остановки, до автобуса, который повезет нас в студию. Вот такие дела. Так что утро началось рано. Итак, велик я вытащила. Все, счастье, пора крутить педали. Велосипед я уже прикурковала. Все, что здесь было много мест. И все, теперь нужно успеть на автобус. К счастью, ночные автобусы здесь ходят очень часто. Ну, как очень часто. Для ночных автобусов очень часто. Вот один из них уезжает. Это, как всегда, прикол. Но это, кстати, не мой автобус, поэтому все супер. Даже перекресток показывает зеленый свет, что тоже очень интересно так идем. И что я хотела рассказать. Как вы поняли, эта работа вынуждает просыпаться очень рано, поэтому если для вас это большая проблема, то работа в фильмах вам не подойдет. Начало обычно в 6 часов. Это уже позднее начало. А так бывает, что в 4.30, в 5.30. То есть, представляете, во сколько вам нужно проснуться, чтобы добраться до туда, чтобы в фильм начать работать. Потому что call time, это называется, когда вас зовут на сцену, это не значит, что вас столько вызывают. То есть, если call time в 6, то вам нужно будет вставать очень очень рано. Простите, мои синяки под глазами. 4 часа утра, сам понимаете, только встал с кроватки. Обычно, когда ты с утра приезжаешь на работу, а тебя требуется... Сейчас посмотрю, секундочку. Так, 11 минут. А нет, 10 минут. Окей, через 10 минут будет мой автобус. Как-то долго, если честно. Но ладно. Окей, обычно, когда день начинается, вы приезжаете в студии, если это случается в студии. И первым делом вы, скорее всего, идете на hair and make-up. То есть, вам будут делать волосы так, как задумано, как было на примерке. Плюс вам будут... вы будете одеваться. И тогда уже обычно после этого дают завтрак. Ну, может быть, немножко по-другому, но в основном это так идет. Вот. Потому что девушек обычно с волосами уходит много времени, плюс make-up. Я, кстати, время от времени делаю сама себе make-up, и они потом его немножко подделывают. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. На этой работе, естественно, удобно. Если вы можете водить машину, то тогда вам, скорее всего, будет немножко легче. Хотя случались случаи. Случались интенденты, когда нужно было работать несколько дней подряд в течение нескольких недель. И люди не могли водить, потому что усталость была просто невероятная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Сейчас я бегу опять на съемки в продолжение нашего разговора о том, как работать в кино. Сейчас мы снимаем огромный фильм. Мы... я являюсь частью этого фильма. И это огромные массовочные сцены. Это не того места и не для тех людей, кто любит поныть или кому нравится нормированный график. Потому что если вы не готовы немножко померзнуть, немножко быть под дождем, как сейчас, например, то это, скорее всего, вам не подойдет. Сейчас мы снимаем такие огромные сцены, в которых я еще раньше не участвовала. И это очень классно. Но также может быть немножко тяжело. Например, сейчас у нас... Вчера было нас на одном... в одном месте 300 человек. Так, кормят здесь хорошо машина обычно. И как это устроено? Это то, что вы приходите на работу через агентство, в каком-то фильме сниматься. Вас обычно одевают в какой-то костюм. На примерке обычно ездишь заранее. То есть одеваете вы этот костюм, вас красят, делают волосы. И вы соответствуете, в общем, сценарию. И потом, и кроме того, что это вы, таких, как вы, еще... Например, в этом фильме 300 человек. Представляете, как это дожило для людей, кто это организовывает, организовать 300 человек, чтобы они все делали то, что нужно. То есть это очень интересно. Также это интересно, потому что встречаются именно такие же работники, как и вы, да? То есть supporting artist... Ой! Supporting artist. Дождь просто льет сейчас. Я не ожидала, что он пойдет. То есть это называется supporting artist. Вы можете найти некоторые агентства. В Англии есть несколько агентств, которыми я, например, работаю. Это casting collective, universal, 2020, pop. Я не со всеми работаю. Я просто вам сейчас перечисляю, которые вы можете тоже записаться или зарегистрироваться. И туда вносите все свои детали, свои фотографии, любые фотографии. И вас, скорее всего, найдут для того, чтобы участвовать в каком-то из фильмов. И самое интересное это то, что многие люди думают, что «Ой, я там некрасивая» или «Я нестройная» или еще что-то. А для фильмов это не важно. Для фильмов, наоборот, важно, особенно если вы будете участвовать в массовке, чтобы вы могли влиться в среду. И поэтому есть разные агентства, которые даже иногда специализируются на разного типа людях. Есть красивые люди, есть аглии, то есть уродливые люди. Самое это смешное название такое-то, когда у людей есть какая-то особенность. Для фильмов это просто супер. И каждый человек может участвовать в фильмах. В общем, да, регистрируйтесь в его агентстве. И в зависимости от вашего графика вы можете выбрать, когда участочки, но когда нет. Но хочу сказать, что если у вас график очень плотный или если ваш график не гибкий, то, скорее всего, участвовать в фильме не получится. Потому что фильмы — это такое дело. В один день они тебя подтверждают, в другой день они тебе присылают опровержение этого подтверждения. То есть очень-очень-очень гибкий график должен быть. Сейчас иду, говорю, быстро иду, поэтому нужно запинаюсь. Так, что еще хотела рассказать. Да, когда вы участвуете в таких огромных съемках, может быть холодно, может быть дождь, может быть пыль. В общем, все что угодно. Сейчас мы участвуем, например, в ночные съемки. Для меня это первый раз. Сейчас я пришла домой в 6, легла спать, встала в 11. И вот сейчас уже час, и я опять иду туда. То есть иногда это бывает такое, что очень нагруженный график, и времени отдохнуть мне не так много. Но я бы сказала, что по всему, по всему, все, что я сейчас рассказала, это прикольно. Если вам нравится эта работа, если вам нравится работать с фильмами, если вам нравится понять, как устроены фильмы, как снимаются фильмы, какая обратная сторона фильмов. Если же нет, то, скорее всего, опять-таки, эта работа может вам не подойти, потому что она также немножко нарушает представление о том, что такое кино. И когда вы будете смотреть фильм следующий, вы его больше никогда не будете смотреть так, как когда вы бы его смотрели, не работая в нем. Ну, это и плюс, и минус, смотря для кого что. Вот так. Окей, я сейчас заканчиваю. И если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их под видео. И я еще раз сейчас набегу, накидала вам. Я вам отвечу на вопросы по поводу этой индустрии. И да. Кстати, насчет цен, я думаю, вы спросите. Все цены, если вы зайдете на сайт одного из этих агентств, которые я уже рассказала, цены, сколько платят за день, за ночь, за туда-сюда, там все написано. Так что, буду рада, если вам интересно было, оставляйте свои вопросы, я постараюсь более структурированно на них ответить в следующий раз. Окей, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok